Ну что, Владимир Рудольфович, ты замерзаешь, ты в Толстовке. Ты знаешь, как-то дождь снобит. Как ты решил так вспомнить Ольве Николаевича? Логично. Смотри, я вот послушал эфир. Конечно, очень хотелось бы поддержать Гордона, которого не пустили в Грузию. И выразить надежду, что ему все-таки удастся обнять Михаила Саакашвили в тбилисской тюрьме. Я бы даже сказал, побыть с ним там подольше и как-то поддержать в те годы заключения, которые Саакашвили там предстоит провести. Потому что, приблизительно, представляя себе, что собой представляет Гордон, украинский вариант Гордона, я развожу руками. Я не знал, что он, оказывается, такой фанатичный поклонник Мишаку Саакашвили. Но буду теперь знать, это тоже очень ярко, хорошо характеризует его собирательный образ. Ну, я надеюсь... Ну, я проясню, в тюрьмах не понравится. Откуда ты знаешь? Я знаю абсолютно точно, потому что напомню, что главный скандал Саакашвили, который, де-факто, ему все и стоил, был связан с тем, что при Саакашвили работала страшная пыточная система. 200 политически заключенных режима Саакашвили, куча уголовных дел, связанная, в частности, с тем, что Саакашвили установил систему изнасилований в тюрьмах. То есть, физических пыток и изнасилований противников своих. И там речь идет, ну, там страшное количество, то есть тысячи. Ну, слушай, может быть, наоборот, это стабилизирует его личную жизнь. Кроме того, если говорить о садизме, то надо говорить и о мазохизме. Вспоминая Саакашвили, перекусывающего галстук, я понимаю, что он, конечно, жуткий мазохист. Так что, кто его знает? Ну, и не исключаю, что и Гордону это понравится, в конце концов. Ну, не удивляю себя. Да, бывшие братские советские республики, бывшие богатые, чтобы не сказать, богатейшие, зажиточнейшие провинции Российской империи в советские времена. Дико дотационные, к чему они привыкли. Людей только жалко, люди-то чем виноваты. Ну, ладно, что теперь поделать. Будем смотреть по телеграм-каналу Миши Подгребинского, что происходит на Украине из первых рук. Это, безусловно, крайне любопытно. Он очень хороший эксперт. При том, что вообще все-таки не очень безопасно сидеть на Украине, будучи объективным профессионалом. Да просто смелость требуется. И достаточно большая, поэтому я сейчас так с некоторым напрягом гляжу на ваши беседы, стучу по дереву и дай бог, чтобы все там было хорошо. А вот в отношении России с Украиной ничего хорошо не будет. Это заметно. На Украине дикое возбуждение сейчас. У того же Зеленского, каким бы он ни был шутом гороховым, но просто праздник на его улице. Нам вернули крымское золото, а следом мы вернем Крым. Вот мы, наши беспилотники, байрактары в Донбассе, а завтра, если что, и в Крыму мы их применим. И на самом деле украинская пресса это пропагандирует со страшной силой по всему миру. В том числе, у меня вчера был, как обычно бывает, большой эфир на Канаду, там часа полтора. И один из вопросов был, а что будет, если Украина применит байрактары в Крыму? То есть на сегодняшний момент, ну, украинская диаспора в Канаде велика есть, мы видим, чрезвычайно обильно. И мне действительно интересно, вот эта агитация и пропаганда перейдет в попытки каких-то реальных действий? Я не исключаю, там же диверсанты были. Ну, как бы. Более того, нам же диверсии тоже обещают на российской территории, далеко не только в Крыму, и на электросетях, и на дорогах. Об этом столько говорят, и можно сто раз называть Арестовича неадекватным. Но я бы прислушивался к любым сумасшедшим в этой ситуации. Они просто очень болтливые. Это разговорчивые люди, которые, ну, прыгают, прыгают, кто наскачет, тот же, как известно, Москали. И вот они все время прыгают, чтобы с одной стороны, выше головы, там, доказать, что они не москали, а с другой стороны. Каждый из них, получив какие-нибудь крохи информации из ВСУ, или с очередного совещания у своего начальника, пытается доказать свою значимость. А поскольку люди болтливые, они очень много проговаривают. Безусловно, Украина готовится к широкомасштабнейшим боевым действиям на Донбассе. Куда более масштабным, чем сегодня. Ни о каком соблюдении Минских соглашений нет речи и, вообще-то говоря, с самого начала не было речи. Она готовится к нанесению диверсионных ударов по российской территории. И это не только Крым, как раз. Крым-то тут понятно, это ожидаемое направление ударов. И приходится пресекать периодически силовикам. А оно далеко не только. И вот тут вопрос. Сколько мы будем смотреть на этот цирк на конной тяге? Я понимаю, есть такой... Это самый важный вопрос. Ну, сколько можно уже, понимаешь? С Майдана сколько прошло? Семь лет? Ну, семь лет. Ну, слушай, ну, за семь лет там даже в русских народных сказках уже семь пар башнаков железных стоптала в гусях-лебедях сестрица, выручая своих братцев и ходя там по горам, идолам. Рубашка каких-то им из крапивы сплела, еще чего-то. Я же помню. А одному на рукав не хватило. Ни хрена с крылом походил. Ну, вот, если помнится историю про леду и лебедя, вот, видимо, это и был тот самый лебедь, который с sexual harassment вокруг леда крутился. В греческой мифологии. Но, семь лет, вот, представь себе, что через семь лет после 22 июня 41 года, да, где-нибудь в районе там 48 года, вставки Верховного Главнокомандования обсуждали бы там не очередное нарушение союзниками в оккупированном Берлине, там, договоренности. А вот все то, что мы обсуждаем на тему Донбасса, я себе представить этого не могу. Потому что мы ходим по замкнутому кругу. МИД великолепно, но не воюют, а это реальная война против России в том числе. И в первую очередь против России. Конечно, это гражданская война на Украине. Но все, что происходит там, это раз за разом. Компания против России. Все же происходит во внешней политике, с этими чертовыми судами нидерландскими, которые, и не нидерландскими, которые принимают свои решения, то против Газпрома, выписывая очередной штраф, или замерзают, но будут продавливать свой третий энергопакет, то против крымских музеев, заявляя, нет, крымское золото, скифское, оно Украине принадлежит. Насколько я помню, кстати, первый такого рода прецедент. Потому что, ну, если это так, ребята, давайте раздайте все, вообще-то говоря, что у вас в запасниках музеев. Начиная с британского, лувра и всего остального. Слушай, а у нас же, по-моему, сейчас с голландцами и Эрмитажем какая-то программа. Там же, по-моему, часть экспозиции Эрмитажа сейчас выставляется, чуть ли не на постоянной основе, там, блин, как-то. Я уже не знаю, понимаю, проблемы здесь. Нет, там плане, чтобы они теперь из наших музеев не стали похищать произведения искусства. Беспокойся, стану. В данном случае, слушай, голландские пираты были известны достаточно давно. Ну, Голландия была одной из колониальных держав. Как Голландия зверствовала в Индонезии, в Малайзии, достаточно хорошо известно. У Голландии за последние 400 лет с этим все хорошо. У меня, конечно, в Голландии есть отдельное личное воспоминание, в конце концов, дневник Анны Франк. Но он из какой страны пришел? Вообще-то говоря, уж как там в войну голландская полиция вылавливала тщательно, зачищая своих евреев и сдавая их нацистам. Это прямо отдельная тема. Голландия сегодняшняя же тоже страна международных судов. Я очень хорошо помню, как в этой стране наконец муниципалитеты крупнейших городов решили вопросы с штрафами, потому что подняли архивы, выяснили, что за период войны и оккупации целый ряд уцелевших евреев не платил квартальную плату. Им начислили, этим старичкам, все с процентами. Это было всего-то несколько лет назад. Там были громадные суммы. На попытке что-то говорить насчет Освенцима, где некоторые из них провели эти самые годы, мы сказали, а это совершенно не отменяет уплаты вами соответствующих платежей в муниципальную казну. Нормально. Надо тоже понимать. Просто охренеть. Потому что этих людей как раз муниципальный орган голландская полиция выловила, сдала в канцлагеря. Некоторые из них случайно уцелели. И им прилетело через десятилетие. Ну, пока бюрократа разобрали. Голландия это не только квартал красных фонарей Энтверпена, это не только наркотики на каждом углу, это не только сквоттеры, это еще и очень серьезное внутри сидящее такое тяжелое зверство, которое периодически проявляется. А где нас суд по малайзийскому Боингу? В каком суде? Очевидно. А при этом ты же понимаешь, что он не может быть по определению, не может прийти никакому иному выводу, потому что санкции против России уже введены по Боингу. Поэтому что вдруг суд говорит, Россия ни при чем, и что тогда извиниться и отменить все санкции? Значит, смехотворно. Так же, как, знаешь, по делу Скрипалей, когда санкции сначала вводят, а расследований до сих пор нет. И что, они теперь признают? Конечно, не будут. Конечно, они же не могут сказать, что ой, неприятность какая, а мы были неправы. Наши отношения с Западом в целом, наши отношения со Штатами, наши отношения со всеми, кто считается союзниками и сателлитами Соединенных Штатов, в том числе и Голландии, развивается по вполне понятному сценарию. Сценарий этот развернуть ни в какую сторону нельзя. И это видно вне зависимости от того, встречается Байден в Женеве с Путиным или нет. Приезжает Нуланд в Москву или не приезжает. Это есть факт. Ни о какой дипломатии как методе ведения с нами всерьез чего-то речи и нет и не будет. Есть единственная вещь это желание добиться от России обязывающих каких-то вещей на тему того, что мы по ним не вдарим. Ну вот ты же помнишь договор, который Байден тут же придя к власти срочно подписал с Путина. А с другой стороны наш посол Антонов заместитель министра обороны что говорит сейчас вот последние его слова были в наших соглашениях с Соединенными Штатами по контролю над вооружениями что ну да правильно если будут юридически оформленные соглашения но даже юридически не обязывающие соглашения и то лучше чем ничего и при всем доверии к дипломатии вообще и огромной симпатии к профессионализму Антонова я для себя задаю вопрос о юридически не обязывающие соглашения это джентльменские ну это как-то игра в карты из известного а не где откуда они там джентльменов-то нашли про то и речь джентльмены туда приедут заключать такого рода соглашения с нашей стороны вот у нас был Горбачев джентльмен Борис Николаевич Ельцин был большим джентльмен хотя несколько пьющим да а в данном случае что называется джентльмен западу от Суэца не отвечает за действия джентльмена к востоку от Суэца Борис Николаевич просто пересекал свой личный собственный только ему видимый Суэцкий канал и дальше он не отвечал за свои действия по дирижированию немецким оркестром да Борис Николаевич просто принимал внутрь Суэцкий канал и дальше ему уже было все равно что делать что описывать колесо самолета да что дирижировать да что дирижировать а то Ельцин-центры стоят в Москве и Екатеринбурге во всем рассказывая как катастрофично что-то их маловато согласись Ельцин-центры ну что только Москва и Екатеринбург давайте во всех городах-миллионниках натыкам Ельцин-центры я бы сказал во всех тех городах где стояли и стоят памятники Владимиру Ильичу Ленину то есть в других населенных пунктах тоже и строго говоря я бы даже заменил вот у нас в катуарах в пионерлагере стоял памятник Ленину почему там если там еще есть пионерлагерь Гипромеза не стоит памятник Ельца поэтому джентльменов у нас было дофига а с той стороны ну так получилось дело в том что вспоминая отношения Израиля в 50-е 60-е 70-е даже расхреначили бы все и даже не говорили ну как ты думаешь в свое время у Франции с Израилем были теснейшие отношения и французское вооружение стояло на израильском вооружении самое разное с чем кончилось когда Деголь решил не поставлять Израилю уже оплаченные и готовые торпедные катера ну их просто угнали и все скандал же был страшный истерика была но с тобой не связываются только понимая что ты можешь дать какой угодно ответ адекватный неадекватный но он будет здесь и сейчас он не будет через год через 10 лет он не будет подчинен тем правилам игры по которым тебя заставляют играть и в те редкие в нашей новейшей истории моменты когда мы играем не по тем правилам по которым нас заставляют играть как это было в Крымскую весну как это было в Сирии как это было в Карабахскую миротворческую операцию во вторую Карабахскую войну мы же выигрываем в этой ситуации да это не дипломатия это сначала армия а потом подключаться может дипломатия или она может подключаться но за кадром как это было в Карабахе может наконец осознать что в этом мире иначе слона не продать абсолютно если байрактары используются на сегодня в Донбассе почему они все еще существуют вообще не понимаю объясни мне я смотрю наши регулярно публикуют летные карты а вот байрактар взлетел оттуда лети туда мы видим все что происходит на территории Украины почему эта хренота еще вообще летает ну о чем мы речь может быть не надо существовать ты видел как мы Турцию отомстили мы запретили мандарины турецким да это ужасно ударило ох как мы сейчас ах мы их мандаринами сейчас ну я например слышал и то что Песков сказал что мы не можем запретить Украине вступить в НАТО но у меня брови домиком я как-то сильно удивил и у меня потому что я что-то не понял в этом мире может я так и останусь с бровями домиком не понимаю что происходит в этом мире а может я наконец увижу я значит таким образом мы решим для всех жилищную проблему если у всей страны будут брови домиком то можно считать что у каждого есть свой маленький домик телеграм-канал Армагеддон что-то